...судебное заседание слушателей, родственников Джаукерову, ее сыном маленького, который болеет. На что мы начали возмущаться. Судья Космбеков удалил Аширалиева за это. Черный дайте, черный. Черный микрофон дайте. На мое требование, что это незаконно, он говорит, мы его через 15 минут заведем. Я защищаю только Аширалиева, поэтому я тоже ушла, поставила известность. Как он, судья Космбеков, собирается без участников, без подсудимых рассматривать? Я не знаю, это беспредел в алкоголинском суде продолжается. Это что такое вообще? Я так возмущена. Судьи сами разжигают социальную рознь. В прошлый раз судебное заседание судья Даханова запретила блогерам снимать видео, делать прямую эфир. Тогда как по закону запрета по данному открытому судебному заседанию запрета нет. На наше ходатайство судья отказала ходатайство и вестеть, на что она получила отвод. Теперь, чтобы рассматривать отвод, вообще всегда сразу рассматривают либо председатель, либо кто остается за ним. Они отложили на целую неделю это уголовное дело для того, чтобы люди дальше не возмущались. То есть, судьи Алмалинского районного суда сами разжигают социальную рознь. Они сами противопоставляют простых людей, которым пришли послушать это дело, которые болеют за тех женщин, многодетных, за одиноких женщин. По статье 405, часть 2, это преступление небольшой тяжести. И санкция по данной статье предусматривает штраф, ограничение. И только третье, альтернативное наказание, это лишение. Женщинам, кормящим, одиноким женщинам, кто впервые привлекается к ответственности, понятно, что не будет лишения свободы. Изначально вообще их не должны были брать под сражу. Это было сделано для того, чтобы напугать народных, для того, чтобы... Прекратить выполненные аресты! Вот, теперь, когда дело... Во время следствия четыре раза продевали, четыре месяца не просидели, сроки уже прошли, дело передали в суд. Мы думали, что сейчас в суде их освободят. И уже они могут как не под сражей, находясь, участвовать в деле, готовиться к процессу. Теперь этот беспредел продолжается. Для чего? Для того, чтобы люди еще больше возмущались? Я вообще не понимаю. Я обращаюсь к председателю Верховного Суда Жаке Пасанову. Обратите внимание, почему у нас в Алмалийском суде, который постоянно рассматривает политические заказные дела, сидят у нас и судят судей, которые не знают УПК, не знают, что такое открытость в судебном заседании, что такое гласность, нормативное поставление Верховного Суда, не знают о том, что нельзя запрещать видео, если открытое судебное заседание. Есть определенные категории дел, по которым нельзя, и то согласие. И почему они выходят за пределами... Я хочу, как я... Вот, поэтому я хочу, уважаемые, ставить Верховного Суда, я хочу, чтобы вы обратили внимание на суде Алмалийского суда, которые не знают элементарные УПК, не знают нормативное поставление, держат людей под сражу по неарестантской статье, 45-я часть 2-я, это преступление небольшой тяжести. По данной статье прямо указано, не должны брать под сражу. А у нас сидят женщины, кормящие грудью, женщины-одинокие сидят. Аширалиев инвалид. И мы думали, что сегодня наконец-то это решится. Теперь получается подсудимого Аширалиева даже удалили из зала судебного заседания. Я адвокат его, защищая его, я сама ушла, потому что что мне там делать? Чтобы завтра сказали, что мы продолжим процесс, адвокат есть, все, я ушла. Пусть Касымбеков, который рассматривает только отвод суди, я не знаю, какое он вынес сейчас постановление, как можно сейчас просматривать отвод без участия подсудимого и без участия его адвоката. Ну что, продолжайте, правильно? Сейчас все продолжаем. Продолжаем. Продолжаем.